В Таджикистане построят здание для парламента за 220 миллионов долларов. Узбекистан. Минимальная зарплата 25 долларов. Убийцу таджикской девочки планируют освободить от ответственности. Рахмон и премьер госсовета КНР Ли Катян при участии ряда таджикских чиновников, в том числе Азады Рахмон и Рустами Эмамали, возложили первый камень в основании будущих зданий парламента и правительства Таджикистана, сообщает пресс-служба президента Рахмона. По информации пресс-службы президента, строительство правительственного и парламентского комплексов будет реализовано при финансовой поддержке КНР. Стоимость проекта будет составлять 10% годового бюджета или же 220 миллионов долларов. Общая площадь парламентского комплекса составит 42 874 квадратных метров. Здание правительства Таджикистана будет расположено в центре Душанбе, на территории проспектов Рудаки и Исмаили-Сомони, на площади 10,27 гектара, где будут построены 15-этажные здания правительства и два 13-этажных здания подведомственных правительств управлений. Эксперты отмечают, что Китай не является бескорыстным инвестором и вкладывает финансы только в случае очень высокой ожидаемой материальной выгоды. В данном случае Китай крайне заинтересован в энергоресурсах Таджикистана. В Узбекистане с 1 ноября текущего года планируется повышение заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, пишет подробно.УЗ, со ссылкой на указ Шавката Мерзиёева. Власти заявляют, что данное решение направлено на повышение доходов и уровня жизни населения, поддержку социально уязвимых слоев населения, а также обеспечение опережающего повышение размера заработной платы низкооплачиваемых работников. Увеличение будет следующим. Размер ежемесячной заработной платы – 202 730 сумм, 25 долларов. Сейчас – 174 300 сумм, 22,53 доллара. Размер пенсии по возрасту – 396 500 сумм, 48,48 доллара. Сейчас – 360 460 сумм, 44 доллара. Размер пособий инвалидам с детства – 396 500 сумм, 48,48 доллара. Сейчас – 360 460 сумм, 44 доллара. Экономисты отмечают, что эти мизерные пособия даже с учетом повышения абсолютно недостаточной для достойного проживания и обеспечения всех основных потребностей населения, которое, естественно, либо обречено на нищенское существование, либо вынуждено проводить жизнь в трудовой миграции. Подозреваемого в убийстве пятилетней таджикской девочки Хувайды Тил-Лазады отправят на повторную медэкспертизу, заявила спутник Таджикистан адвокат Ольга Устюжина. Она считает, что происходит попытка освобождения преступника от уголовной ответственности путем признания его невменяемым. На днях Александра Семина перевели обратно в СИЗО из института имени Сербского. Предполагается, что в ближайшее время мужчину заново отправят в психиатрическую больницу. Завтра будет рассматриваться вопрос о продлении срока ареста обвиняемого и отправке его на повторную экспертизу. Видимо, будет еще одна экспертиза, так как Семин пытается выдать себя за невменяемого. О результатах первой экспертизы мы пока ничего не знаем, пояснил адвокат. Он притворяется. Его поступки после убийства говорят, что он вполне разумный человек. В тот день он скрыл убийство. Соседям сообщил, что не видел ее, пытался уничтожать улики, вынес ее из квартиры и хотел закопать. Все эти действия говорят о том, что он вменяем, говорит Ольга Устюжина. 18 октября Серпуховский городской суд продлил срок ареста на два месяца из-за повторной медэкспертизы. Напомним, что на данный момент родители убитой таджикской девочки находятся в Серпухове с целью не дать убийце и насильнику Александру Семину избежать наказания. Чуть раньше мы с Ольгой были у следователя. Не перестанем продолжать свои действия. До сих пор нам звонят люди и помогают, сказал отец девочки Абдусалом Саидов. Напомним, пятилетняя Хувайдо Тиллозада пропала 22 июля с детской площадки в Серпухове. Она была убита с жестокостью. Ее тело было обнаружено 23 июля, недалеко от железнодорожной станции. По подозрению в совершении убийства и изнасиловании был задержан 28-летний местный житель Александр Семин. Он жил в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. Мужчина был отправлен в СИЗО. С 22 августа он находится в институте имени Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости. Не было такого, чтобы он как-то в сердце нормальный был. Он понимает, в чем дело. Еще на двери. На его глаза можно было посмотреть, можно было увидеть, как он себя ведет.